всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь за то что вы пишите комментарии я считаю с удовольствием и некоторые из них вызывают мое восхищение искренне с некоторыми согласен с некоторыми нет но тем не менее интересно продолжайте писать это самое главное это обсуждение это столкновение мнений и поиски истины это очень хорошо мне так кажется ну и спасибо за то что материально поддерживаете канал это всегда приятно прошу обратить внимание на существование плейлистов там очень много пластинок которые вы может быть хотите увидеть в моих руках они уже там есть поэтому посмотрите сюда ну а я хочу как всегда вспомнить свою юность если не детство что вообще страшно просто и пластинки то что те что назывались в свое время на толчке то есть на черном рынке назывались колобахи то есть пластинки выпущенные в странах демократического лагеря в этом самом социалистическом блоке или как он там назывался я уже не помню в частности одна из них в моих руках правда эта пластинка выпущена не в соц лагере она выпущена в германии группа омега бенгерская одна из самых известных демократических групп в нашей стране по крайней мере в то время о котором я говорю я говорю о 70-х годах прошлого века омегу знали ну все те кто интересуется рок-музыкой интересовались рок-музыкой в то время все знали группа омега и пластинка под названием тайм роддер или и дорабло как было написано ленгерском языке она была просто в топе она шла чуть дешевле чем фирменной пластинки там где попала дзеппелин и прочее ну я собрал конечно нашла дешевле демократы стоили дешево демократы стоили ну там от 10 до 15 рублей наверно на толчке что конечно странно потому что музыка на этих пластинках было и есть замечательная и сейчас собирать вот этих самых демократов это большая такая серьезная проблема потому что их мало в хорошем состоянии и кстати я сделаю объявление если у кого нибудь есть пластинки группа локомотив gt первые три например в хорошем состоянии я их с удовольствием поменяю на любые три пластинки pink floyd который меня стоит на полке я и я эти пластинки не слушаю они в идеальном состоянии все и пожалуйста первые три локомотива на любые три номерных pink floyd легко также кстати это касается пластинки и дорабло группы омега которые я тоже спокойно поменяю на любой pink floyd если у кого-то есть в очень хорошем состоянии то есть такие убитые мне даже не не предлагайте я группе омега все-таки хочу вернуться после всех этих объявлений как я уже сказал пластинка это община в германии 1974 год вот такая вот история красивая ложка психоделическая вполне в духе времени середины 70-х история группа омега она ну гигантская это настоящая большая история большой рок-группы я не помню потому что там 66 года они играли 67 где-то так собрался сначала такой первоначальный состав потом туда пришел они записали несколько некоторое количество материала потом туда пришел прессор габар филармонический композитор клавишник аранжировщик умные все умеющий я не стал работать с габаром габар написал такие в общем самые умопомощительные хиты тех времен омеги а потом через некоторое время музыкальные вкусы у прессора и некоторых других участников коллектива разошлись потому что прессор гавр тяготел к джазу к джаз року к сложной музыке и группа распалась развалилась на две части одна часть ушла и организовала коллектив названием локомотив gt а вторая часть чуть-чуть дополнила состав и продолжала существовать как омега там тоже были всякие вариации и ло омега называлась некоторое время просто омега но там были свои политические сложности но тем не менее ничего страшного не случилось потому что случилось коррес локомотивом gt первые несколько пластинок шикарные просто я уже сказал что я готов меняться и получить в коллекцию совершенно спокойно а потом они стали какую-то около эстрадную музыку играть и даже не эстрадную какую-то ну какую-то нам на мой взгляд невнятную да довольно высокую высокопрофессиональную ну как тут ну не знаю как-то ничего такого в этом не нахожу омега зато пошла в сторону симфонизма в сторону сложного рока украшенного синтезатором мук мелатронами и прочими прочими всякими модными в ту пору и сейчас кстати говоря инструментами расширенные суеты много звуков много космоса много всего 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 в общем все очень интересно а что касается вот этой пластинки которые называются 200 лет после последней войны тухан и 3 years after the last war с ней история вполне в духе советских времен вполне в духе социалистического лагеря потому что записали артисты эти песни в 1972 году но коммунистическая партия венгрии услышав ну какие-то представители начальники культуры значит от коммунистической партии услышали этот материал сказали что это категорически нельзя потому что то тут тут вообще все почти про наше время кстати говоря этом потом дойду до заглавной песни конечно это категорически нельзя материал надо уничтожить стереть все мастер ленты все значит размагнитить выбросить никогда в жизни чтобы это не звучало что и было сделано но музыканты омеги сыграли весь этот материал на концертах все песни и выпустили потом концертный альбом как бы концертный сборник группа омега с теми же самыми песнями и коммунистическая партия венгрии спокойно дело пропустила потому что одно дело это концептуальный альбом вот этот 200 лет после последней войны с антивоенными настроениями с песнями про то как матери рожайте детей побольше лучше всего каждый год лучше всего близнецов и мы их будем механизировать превращать их в искусственный интеллект обратить внимание 1972 год и они будут такие роботизированные наши эти самые солдаты работники и прочее 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 бессознательное совершенно человечки категорически это было запрещено но вот этот концертный вариант вышел у коммунистической партии свои так сказать эти самые взгляды и свое понимание происходящего коммунистическая партия венгрии коммунистическая партия советского союза тоже там все в порядке с ними было бы в смысле музыки бог то мой что ну вот и пластинка это вышло под названием и ла омега но хотелось большего и в 1973 году омега перезаписали все эти песни уже на английском языке и вот эта версия англоязычная она вышла в германии и в финляндии причем вышла в виде квадро диска вот эта пластинка она с квадрофоническим звучанием которую я не слышал потому что меня нет квадрофонического оборудования и в общем получился такой альбом-альбом бог ты мой потом это все было переиздано и не знаю но у меня вот немецкий оригинал на всяком случае квадрофонический который вышел всеми четвертом году с теми же самыми песнями которые были запрещены в 72 потом вышли в концертной версии в 73 и всеми четвертом вышли в германии финляндии уже и еще в разных странах тоже потом они стали всплывать в общем вот такая история с этой штукой вообще собирать пластинки омега это развлечение еще то потому что дискография настолько запутанно перепутано в силу того опять таки что запрещалось в венгрии коммунистами разрешалось в других странах а группа давала туры в большом количестве была популярна в европе и ездил очень много и записывала везде 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 все и поэтому выходили пластинки в венгрии выходили пластинки в западной европе те же самые песни на венгерском на английском один альбом англоязычный другой на венгерском языке и все это перепутано песни из одного альбома в другой перри переваливаются на другом языке и дискография раздувалась и раздувалась мой друг андрей виноградов замечательный коллекционер не то чтобы он собирает пластинки омеги но у него их много у него штук 20 это далеко конечно не все потому что я говорю что англоязычное издание венгероязычные издания и англоязычные черт ногу славит но что касается музыки пластинка просто золотая на мой взгляд и вообще я хочу сказать любителям так называемого русского рока что самый лучший русский рок это венгерский рок потому что по мелодике по структуре по мысли композиторской он как-то близок славянскому нашему уху ну близок как-то ложится это все хотя мы все конечно на англоязычной музыки подросли выросли впитали и ну когда хочется послушать что-то родное слушаешь омегу и прямо вот что такое родное свое приятное здесь на первой стороне сюита произведение 19 половиной минут в духе времени вполне в семьдесят третьем году записано всеми четвертом вышло до в духе времени полотно вот это вот на 19 половиной минут синтезаторы гитары бас барабаны замечательный вокал этого самого господи вылетела из головы януша кобара и полотно очень внятная она очень хорошая очень внятная мелодия которая задается в самом начале торжественно весьма так грандиозно ну и звука мелотрона все выплывает как положено и торжественный и и и запев этот мелодический кобара и эта мелодия она проходит через все полотно так или иначе видоизменяясь но основная линия остается и нет никаких умопомрачительных вот этих удручающих слова каких-то ненужных каких-то вот нелепых каких-то проигрышей длиннющих ничего этого нет есть практически симфоническая поэма такая сыгранная рок-группой с электронными инструментами с электронным звучанием очень внятно очень понятно сложно красиво но как-то без без демонстрации того что мы самые умные все умеем и и так и эдак и так и и так и наперекосяк и как угодно а прописанная отличная музыка рок для тех кто любит там серийно семидесятых просто вот золотая какая-то золотое зернышко гораздо лучше чем многие англоязычные группы которые играли вот вот эти вот длиннющие сюиты я не говорю про ес и genesis своих любимых там джоди гринд если брать длиннющие полотна да они кажется по сравнению с омега они каждому бессмысленными при прямо скажу так хотя все сыграно там здорово круто а здесь просто красота на вторую сторону переходим help to find me первая песня 7 минут 41 секунда жесткий венгерский рок прямой но качественный очень хороший и очень близки к нашему пониманию русского урока только как-то поинтересу интереснее получилось я уж не знаю и здесь разгул синтезатором мог просто вот для тех кто любит звук муга надо эту песню вырезать отдельно и в телефон там забить слушаем в наушниках каждый день потому что мог здесь не знаю там покруче чем у вейкмана наверное во всяком случае пошире и побольше и люди отдали должное ну и заглавная песня тухангульфьерс after the last war которая была запрещена поет ее здесь не кабра поет по неизвестными причинам саймон михали вокалист я не никто не знает почему он здесь спел эту песню группа омега играет ну вот эта песня про искусственных людей которых наплодил искусственный интеллект и в нашем случае соцсети да и а также телевизор радио и все 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 остальное вся вот эта вот история которую мы которые мы внимаем запрещена была песня всеми сторон сейчас тоже я не уверен что им третий номер you don't know классический венгерский жесткий тяжелый рок со всеми прибамбасами со всеми делами очень хорошая пластинка я очень рекомендую наверняка многие не слышали многие не знают вообще о существовании группа омега особенно молодые люди родившиеся там 80-е скажу но тем не менее это история эта музыка это искусство за что я пойду сейчас и выпью пока